Турнир UFC 215, который был запланирован на август этого года, перенесен на сентябрь. В главном поединке шоу Дмитрий Джонсон проведет свою рекордную защиту против Рея Борга или Ти Джей Делла Шоу. Официальных причин переноса не публикуется, но предполагается, что шоу стало невыгодно находиться рядом с мегафайтом Коннором Агрегорой Флойда Мэйвезера, который соберет огромную аудиторию, пеппер и зрителей у экранов. Помимо этого, промоушен UFC планирует перенести еще и очередной турнир UFC Fight Night, который запланирован на сентябрь. Причиной этого еще один боксерский мегафайт Геннадия Головкина и Сауля Альвареса, который также ожидается публикой. Геннадий Головкин рассказал, чем может быть неудобен Сауля Альварес. Думаю, проблема в возрасте. Я имею опыт в среднем дивизионе, а он немного... ...ситуацию. Тот, кто выиграет, станет первым номером по Амфа-Паун, лучшим в мире. Для нас это очень интересно. Думаю, шансы 50 на 50. Майк Тайсон прокомментировал предстоящий бой Головкина Альвареса и сравнил его с поединком Мэйвезера с Майгрегором. Не могу дождаться этого боя. Он интригует меня куда больше, чем Мэйвезер Макгрегор. Не знаю, кто победит, но Канело очень хорош. Что касается боя Мэйвезера с Макгрегором, то я не думаю, что это плохо для бокса. Но у Конора нет шансов. Вопрос лишь в том, как быстро Флойд победит. Казахстанский боксер Бибир Шуменов выступил с заявлением по поводу завершения профессиональной карьеры. К сожалению, я отказался от титула чемпиона WBA в первом тяжелом весе и ушел из бокса травмы глаза, которую я получил за неделю до своего последнего запланированного боя. Я невероятно разочарован тем, что моя карьера закончилась именно так. Но, увы, травмы тоже часть бокса, и ничего с этим не поделаешь. Я все еще мутно вижу, поэтому в следующем месяце мне предстоит дополнительная операция. Хочу поблагодарить семью, команду, друзей и болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Я горжусь, что носил пояс WBA на протяжении нескольких лет, как чемпион в двух дивизионах. Это было настоящим путешествием, и теперь я с нетерпением жду следующей главы своей жизни вместе со своим сыном. Сергей Ковалев не исключает возможности перехода в более тяжелый вес. Глядя на меня, вы видите, что иммунитет подсел ввиду сгонки веса. Может быть, есть смысл поменять весовую категорию, и следующий бой, может быть, будет в тяжелом весе. Потому что я сгоняю по 10-11 килограмм. Мой организм это выматывает. Я себя комфортно чувствую в весе до 85 килограмм. Дальше начинаются проблемы. Глава промоутерской компании Мирбокса Андрей Рябинский заявил, что команда Александра Поветкина постепенно восстанавливает позиции российского боксера в мировых организациях после допингового скандала. Поветкин будет боксировать стопроцентно. WBC начинает прислушиваться к нашему аргументации. Мне кажется, что они примут какие-то меры, но сроков никаких нет. В WBA и WBO Поветкин восстановлен. В IBF Поветкин будет восстановлен. Он и в WBC тоже будет восстановлен. Мы потихоньку побеждаем в этом бою. Атлетическая комиссия штата Невада отняла у кубинского боксера Гильермо Ригондо победу над Мозесом Флоресом. Встреча этих боксеров состоялась 17 июня и завершилась досрочной победой Ригондо в первом раунде. В концовке раунда Кубинис обрушил на соперника серию ударов, которая привела к нокауту. Однако решающий удар был нанесен после гонга. После консультации с рефери боя, который подтвердил, что удар после гонга не носил преднамеренного характера, и комиссия приняла решение признать поединок несостоявшимся. Так как эта защита титула была для Ригондо обязательным, между ним и Флоресом будет назначен новый бой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин